Ялл. А пока мы не начали, хочу объявить, что мы теперь активны и в Телеграме. Там мы делимся последними новостями в мире кино и телевидения. Вышел новый трейлер, мы сразу же кидаем его в телегу. Или не знаете, где искать новости, мы делаем это за вас. Так как постоянно держим руку на пульсе и хотим делиться этим с вами. А вы в комментариях, естественно, делитесь своими мнениями. Также бывает такое, что фильм глянули, а ролик на ютубе делать долго и не совсем практично. Но мысли и мини-обзор будут ждать вас там. Хотим собрать самую адекватную и неравнодушную аудиторию. Так что подписывайтесь на Телеграм-канал 320дет снизу в описании. Заранее благодарю. Ялл. Ровно 56 лет понадобилось франшизе Планеты обезьян для того, чтобы свет увидел десятый юбилейный фильм. Скорее всего, мало кто знает или помнит оригинальные фильмы. А если даже и знает, то вряд ли их все смотрел. Лично я начал свое знакомство с обезьянами с фильма Тима Бертона с Марком Волбергом в главной роли. В детстве зашло. Но вот вторая попытка перезапуска стала, пожалуй, одной из любимых трилогий в моем списке. Вторая часть вообще ван лав. Это которая революция. И вот новое царство. Что же нового показали в этом фильме и как оно связано с предыдущими фильмами Руперта Уайта и Мэтта Ривза. Погнали, расскажу. Для начала хочу сказать, что на стадии просмотра трейлера я думал, что Королевство выйдет максимально тупым и неинтересным проектом. Война, пусть и не идеальная, но закрыла вопросы касательно дальнейшей жизни обезьян и людей на планете Земля. И казалось бы, о чем дальше снимать? Про детей Цезаря, следующее поколение и ответ сразу же дается в начале фильма одним титром. Несколько поколений спустя. Нет точного года, думаем сами. Но, по моим ощущениям, прошло точно более двух веков. И вот тут уже начинается все любопытство и интерес к просмотру. Причем любопытство и интерес тут будут практически во всем. Фильм открывается с похорон Цезаря. Это, на мой взгляд, очень круто. Во-первых, показывает нам, что действия происходят в одной вселенной. Во-вторых, дают нам, зрителю, поностальгировать и мельком вспомнить предыдущие части и весь путь Цезаря. А это немаловажно. И где, как ни на похоронах, максимально возможно проникнуться этим. Дальше нас ждет знакомство с нашими главными героями. Во главе с шимпанзе по имени Ноа. Или Ной, как вам будет удобней. Вместе со своими друзьями он проходит один из этапов некой местной традиции клана Орла. Они живут в гармонии и своем порядке. Ловят рыбу, выращивают и покоряют орлов. Отсюда и название клана. И в один день другие обезьяны нападают на деревушку Ноа и уводят всех в плен. Очнувшись после битвы, шимпанзе дает клятву, что обязательно спасет и вернет свой клан домой. Не подумайте, что здесь есть явные спойлеры. Многое я вам не буду рассказывать. Посмотрите сами. Единственное, что я еще добавлю, так это то, что во время своего приключения Ноа встречает Орангутанга по имени Рака и девушку-человека, которую обезьяны прозвали Нова. Вместе они находят империю Проксимуса, который, как он думает сам, ведет обезьян по пути самого Цезаря. Один из моих больших страхов перед выходом фильма было то, что вселенную похерят и скатят в лютое говно. Вот честно, большие франшизы любят такое делать, и я очень рад, что взяли новых персонажей, новых героев и новые направления. История Цезаря в своей сути очень комплексная и глубокая. История же новой обезьяны проще, но далеко не хуже. И начать что-то новое было очень хорошим решением. В самом начале нам показывают общество, живущее по своим законам и правилам. И это настолько интересно и органично сделано, что постоянно в голове возникают вопросы, а как к тому или иному действию пришли эти обезьяны? Какая причина у всего, как обезьяны решили приручать орлов? Ответов не последует. Но это показано настолько важно для обезьян в кадре, что ты просто сидишь и принимаешь все это. И это очень круто. И первый, и второй акты фильма очень наглядно показывают нам этот новый мир. Хочу похвалить визуальную часть фильма. И если вы играли в серию игр Horizon, то вы сразу поймете, о чем я говорю. Природа с годами и веками берет вверх, и почти каждая локация в фильме – это разрушенная и заржавевшая постройка нашей уже древней цивилизации, с прорастающей вокруг флорой. В фауне также уделено внимание. Не такое большое, но зебры, прибегающие на водопой, и это, к слову, в Америке, считаю, говорят о многом. А, ну и люди теперь как часть фауны. Коротко, сцена из советского Маугли, где на водопое человек наравне с животными пьют воду. Также без слов дополняет в целом мир этого фильма. Главный герой Ноа, как и мы, зрители, тоже впервые знакомится с этим миром. Но он не знает того, что знаем мы – путь Цезаря. И это также ему предстоит узнать. Вообще, мне нравится, что Ноа не какой-то авторитетный или суперсильный персонаж. Он юный и многого не знает, и только жаждет вернуть свое племя домой. Но, как и Цезарю, ему предстоит сделать выбор, на чьей же он стороне. И с одной стороны, это Проксимус. И вот он – очень интересный антагонист. И в его действиях и словах мы максимально ощущаем, что где-то в гробу Цезарь перевернулся. Так как Проксимус несет своему народу искаженное слово Великого Императора. И использует его, чтобы оправдать свои личные мотивы. Но и в них я заметил что-то разумное, логичное и органичное. Злодей не пустой и не просто кричит, и все время злой. Это хорошо. С другой стороны, девушка – Человек-Нова. Ее имя, кстати, отсылка к войне. Маленькую немую девочку в третьей части звали и так же. И она вот более загадочный персонаж. Фрей Алан, я считаю, очень хорошо сыграла свою героиню. Сначала я думал, что она переигрывает и очень естественно себя ведет. Но в дальнейшем, когда повествование заполняется все новыми красками, ее действия, показанные в начале, имеют логичное объяснение. И здесь мне опять же понравилось, как прописан персонаж. Раньше у нас были либо хорошие люди, это те, кто с обезьянами, и плохие, которые против. Персонаж новый интересен тем, что ее мотивы непонятны. И только в конце фильма нам раскрывают причину. Но опять же, до конца не поясняют. И это уже задело на следующие части. Но не переживайте, от концовки вы получите удовольствие. И в целом, ведущие персонажи сделаны с умом. Каждый преследует свои мотивы и ни на шаг не отходит от своей цели. Большая часть из них в необходимый момент даже готова замарать руки. Очень крупно здесь стоит вопрос выживания. Этим, пожалуй, все объясняется. Вообще, фильм можно смело поделить на три акта. Первый, спокойный и водный, нас знакомят с героем. И в конце акта он отправляется в путь. Второй акт может показаться затянутым. Но именно в нем, я считаю, и рассказывается многое в деталях и в спокойных сценах. Скажем так, заставляет нас привыкнуть и ощутить правила этого мира. Третий акт, это уже непосредственно действия в королевстве. Ну и эпилог. Отдельный респект хочу выразить людям, которые делали компьютерную графику. Глаза стали намного живее, каждая морщинка и эмоция просто схватываются в сию секунду. Даже такая деталь, как слюна с кровью изо рта, сделана с максимальной точностью. Казалось бы, мелочь, но, ребята, это очень погружает в атмосферу. И в целом, новая часть очень умело развивает франшизу, отдает дань уважения старой трилогии и, я думаю, что предлагает действительно новое, интересное и неглупое. Перспективы имеются. И я жду следующие части. Даже несмотря на то, что многое осталось за кадром и при просмотре появляется много вопросов, на которые не ответили. Но это никак не влияет на логику повествования. Все круто. Я больше про новый лор и атмосферу. И это, если громко сказать, что-то типа Безумного Макса Дорогой Ярости. Вопросов куча, как к этому пришли, что, когда. Но мы просто сидим и кайфуем здесь и сейчас. Планета обезьян, новое царство, начинает свою новую историю. Финал суперклиффхенгерный. И похож он, к слову, на концовки Нолана. Параллельный монтаж, напряженная музыка и финальный аккорд с ноткой «Хочу дальше». Ну а на этом мой ролик подошел к концу. У микрофона был Санжар. Благодарю, что досмотрели это видео до конца. Всего хорошего и до скорых встреч.